До конца этого года содержанием салдинских дорог занимается фирма «Тагилдор». И так как зима пришла, как обычно, неожиданно, в борьбу со снегом подрядчик включился только под нажимом администрации и контролирующих органов. Зима началась у нас чуть раньше, чем оговорено всеми нормативами. Но первый снегопад мы, скажем так, пережили, в нормативный срок его убрали. Сейчас довольно-таки сложно устраиваться работа с этим же подрядчиком, который был в прошлом году. Подрядчик, где-то получается у него, где-то он срывает сроки, выставляем ему штрафы, совместно с ГИБДД отрабатываем те нормативы, которые должны быть. То есть это подсыпка пешеходных переходов, подсыпка перекрестков, обеспечение расчистки карманов автобусных остановок. То есть это все должно быть выполнено за 6 часов после окончания снегопада. То есть это вот срок, который мы обязаны его заставить. В условиях уже прекратившегося снегопада работа продолжилась. С середины дорог срезали снежные накаты и колеи. Городским властям удалось добиться, чтобы техника подрядчика оставалась на территории. Пять боевых единиц, среди которых две комплексные дорожные машины, грейдер и трактора, ждут только приезда бригады водителей. Контракт с Тагилдором закончится вместе с этим финансовым годом. Не исключено, что с 1 января 2016 года в работу по зимнему содержанию дорог придется включаться другому подрядчику. Дальше мы готовим уже следующую документацию, чтобы с 1 января зашел подрядчик уже по следующему договору, подхватил, чтобы не было этого разрыва и вычищал дороги в надлежащем качестве. То есть условия контракта мы сейчас ужесточать будем, чтобы были более весомые штрафные санкции, чтобы были весомые условия выполнения контракта. То есть это все надо, скажем так, делать, рамки все более и более уже. Не забывают и об удобстве пешеходов. Сразу несколько подрядчиков задействовано в зимнем содержании тротуаров и их подсыпки. Тротуары вдоль дорог, в жилых микрорайонах и пешеходные дорожки через пустыри обслуживают разные компании. Закуплен подсыпочный материал. Вместо реагентов городские власти сделали выбор в пользу песчано-соляной смеси, с которой по весне легко справится техника и дворники.